Сахарный диабет первого типа – болезнь, от которой нельзя избавиться навсегда. Но улучшить качество жизни с таким недугом можно. Сегодня альтернативой бесчисленным инъекциям инсулина стали умные приборы. Они позволяют не только взять под контроль глюкозу, но и искусственно воссоздать работу поджелудочной железы. Сладкие угощения на любой вкус. В игрушечном мире стол ломится от яств. Здесь Маше можно все. В реальной жизни – иначе. В 4 года у девочки выявили сахарный диабет. Теперь приходится считать каждую конфету, каждую дольку шоколада. Маша уже и не помнит тот день, когда ее жизнь стала развиваться по новому сценарию. Родителям же понадобился год, чтобы принять недуг дочери. В декабре проходил праздник новогодний в эпицентре, где для детей накрыли столы, был аниматор, были подарки. У ребенка был счастлив. В компании таких же детей, как Маша, стояли накрытые столы, красивые пирожные, где были указаны хлебные единицы. Мы поняли, что можно все-таки жить и с сахарным диабетом. Сейчас Маша знает, что есть дети, у которых аллергия, которые постоянно на диете. Есть дети, которые вообще не ходят в школу, находятся на домашнем обучении. А Маша, она может ходить в школу, она может заниматься там танцами, рисовать, петь, ходить на детские праздники к своим одноклассникам. Как облегчить жизнь ребенку с ней детской болезнью? Найти ответ Елене помогли в интернет-сообществе диабетиков. Первым помощником в борьбе с болезнью стала инсулиновая помпа. Дорогостоящий прибор избавил девочку от бесчисленных уколов, дал больше свободы. Я встаю, мы подкалываемся, я собираюсь, иду в школу, там провожу второй завтрак. В школу встречаюсь домой, чаще всего сразу обед. Инсулиновая помпа имитирует работу поджелудочной железы. Она снабжает организм инсулином 24 часа в сутки и позволяет удерживать глюкозу в крови на уровне нормы, так же, как это происходит в здоровом организме. В базальном режиме микродозы лекарства вводятся автоматически на протяжении суток. В болюсном – непосредственно перед едой, чтобы помочь организму усвоить полученные углеводы или при резких скачках сахара. Во время занятий спортом требуется корректировка доз. Умное устройство умеет делать это самостоятельно. Помпа – это лишь альтернативный способ введения инсулина, и здесь показания на помповую инсулинотерапию определяются врачом. Конечно, маленьким детям мы даем, скажем так, преимущество, потому что именно в маленьком возрасте более тяжело течет диабет, более лобильные цифры гликемии. Помпа здесь несколько облегчает ситуацию, то есть уменьшает количество уколов, так как мы, кроме того, что ставим инсулин, мы еще и измеряем, бесконечно измеряем уровень сахара, что тоже требует прокола пальчиком. Раз в три месяца Маша с мамой приезжают в больницу на профилактический осмотр. Лечащий врач проверяет, насколько правильно рассчитываются дозы препарата, дает рекомендации по их корректировке. То, что здоровый организм делает автоматически, и незаметно для человека, здесь приходится регулировать в ручном режиме. Помпа требует еще более частого контроля уровня сахара, более жесткого контроля за детьми родителей. Поэтому здесь у подростков еще чаще требуется контроль. Для них очень характерен феномен утренней зари, когда именно в утренние часы идет выброс этих гормонороста и половых гормонов. И именно в утренние часы для них характерен высокий подъем сахара, то есть дополнительный нужен контроль и дополнительное введение инсулина. Помпа в данном случае тоже приходит на помощь. В свои 10 лет Маша может уже сама настроить помпу. Мама лишь наблюдает со стороны. Признается, это больше для собственной уверенности, чем для контроля. В разное время суток у ребенка разные потребности в базальном инсулине. Мы на помпе это можем запрограммировать. Если ребенок, например, идет, занимается спортом или он долго гуляет, от физической нагрузки сахара снижаются. Мы тоже можем это запрограммировать на помпе, чуть-чуть меньше подать инсулин в процентах. Ребенок уже легко считает, сколько это, минус 20% на еду. Примерно лет с 8 он уже понимает, сколько это. И он сам этой помпой управляет. По возрасту все достаточно индивидуально бывает, тем более сейчас у нас возрастные критерии немножко размылись. Но в среднем к 7-8-9 годам у ребенка формируется ответственность за собственную жизнь за счет того, что он социализируется, он находится в начальной школе, он следит за портфелем, за уроками. Это в нормальном случае, когда мама не гиперконтроль использует. И тогда, соответственно, под легким контролем ребенку постепенно передается функция. И знаю случаи, когда в третьем классе самостоятельно ставят себе инъекции, но по-другому никак не формируется, а почему нет. Но для этого нужно проконтролировать уровень ответственности у ребенка. Потому что это вопрос здоровья, и важно здесь все-таки быть безопасным. Не менее важно научиться управлять своим питанием. Дома за этим следит мама. С тех пор, как у дочери обнаружили диабет, вся семья отдает предпочтение правильной пище. Какие-то продукты и вовсе не появляются на столе. За пределами домашних стен вся ответственность на самой Маше. Ребенок становится более самостоятельным. У них есть у всех карманные деньги. Они заходят, покупают, угощают. Очень много соблазнов. Когда маленькая была, она не нарушала вот этих правил. Она все четко соблюдала. Сейчас, конечно, с этим сложнее. Ну, проводим беседы. Нарушение дисциплины чревато сахарными штормами. В подростковом возрасте из-за гормональной перестройки в организме они случаются все чаще. И если для Маши лучший способ успокоиться – карандаши и раскраска, то для мамы еще одно умное устройство. Каждые пять минут оно делает замер уровня глюкозы и выводит результат на дисплей ее телефона. У нас есть современная система мониторирования глюкозы. Благодаря ей я могу контролировать сахара своего ребенка на расстоянии. Ребенок тоже себя контролирует. Мы задаем диапазон оптимальных сахаров. Если сахара снижается или превышают указанные значения, раздается сигнал. Меняйте место установки инфузионной системы каждые три дня. Помните, что инсулин из уплотнений не всасывается. Измеряйте уровень глюкозы в крови минимум четыре раза в день. Так вы будете точно знать, сколько инсулина нужно ввести. При простудных заболеваниях и во время занятий спортом дозы вводимого инсулина нужно корректировать. Жизнь диабетика сегодня может быть комфортной. Помощь таким пациентам уже создана немало помощников. Одних только глюкометров несколько видов. С функцией добора крови для малышей, миниатюрной формы для молодежи, с большим экраном и голосовым оповещением для пожилых людей. Больше функций появляется и у инсулиновых помп. Преимущество инсулиновых помп на сегодняшний день – это в первую очередь дозировка. То есть с помощью шприц-ручки минимальная доза введения – это шаг 0,5 единиц. С помощью помпы мы можем ввести 0,075 единиц. Помпа позволяет ввести более гибкий образ жизни. Это достигается за счет того, что у вас есть возможность настроить дозу в зависимости от потребления пищи, в зависимости от физических нагрузок, в зависимости от времени суток. То есть будь то это утро, день, ночь, так как у нас зачастую потребность в инсулине каждый раз разная. В помпе используется только один вид инсулина – это короткий инсулин. Инсулиновая помпа облегчает расчет доза введения за счет помощника болюса. Помощник болюса сейчас есть во всех видах инсулиновых помп. То есть вы вводите свой уровень сахара, вы вводите количество съеденных вами хлебных единиц, и помпа подсказывает вам, какую дозу необходимо вам поставить, учитывая количество активного инсулина в вашем организме. Один большой минус – стоимость самих умных приборов и материалов для них. Сейчас это существенная статья расходов в бюджете семьи Кристининых, которые однажды Маше придется взять на себя. Ребенок уже с детства понимает, что ему нужно уметь больше. Ей нужно учиться прежде всего хорошо, чтобы получить хорошее образование, иметь хорошую профессию, потому что ей нужно будет купить себе и тест-полоски, и расходники на помпу, и расходники на систему мониторирования. Я ей так и говорю, тебе помимо питания и коммунальных услуг нужно еще вот это, это стоит дорого. Она это знает. В итоге на кого мы будем учиться? Она сказала, что у нее будет творческая профессия. Она еще не определилась, но то, что творческая, это однозначно. Я ей предлагала медицинский институт, но ей это не интересно. Самовыражаться в творчестве и быть такой, как все, в обычной жизни. Сейчас для Маши важно именно это. Среди учеников в дизайн-студии девочка ничем не выделяется. Может, только излишне серьезно для 10-летнего ребенка. Но общению со сверстниками это не мешает, как и ее недуг. Нас никто даже не обращает внимания. То есть никто не видел, как она измерила сахар. А если она ест, например, что-то ест, или яблочко, или кусочек хлеба, все на это тоже реагируют абсолютно нормально, потому что у нас тоже каждый может взять с собой булочку и перекусить. Они со школы просто все приходят, и у нас нет в этом каких-то жестких ограничений, наверное. Просто поэтому все считается нормальным. Одни едят, другие едят. Главное правило дизайн-студии, где занимается Маша, каждый ребенок сам творец картины дня, мира и собственной судьбы. Маша только приступила к созданию рисунка. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, он будет ярким и насыщенным, как и вся жизнь девочки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова